приветствую вас мои дорогие меня зовут ольга и вы на канале мануфактура ольги и я на данный момент делаю отчет по совместному проекту женские прихоти я по моему там собиралась участвовать показывать только мужские изделия плечевые поэтому ты их и демонстрирую у меня по моему были и я тут маленько запуталась в общем когда я что и вязала так как я вяжу на заказу большей степени так скажем даже последнее время это сто процентов заказа только поэтому вязать приходится много и маленько вылетает все из головы в общем если брать за как основу не или как сказать то то что мужские изделия то в данный момент у меня только полуфабрикаты мужская куртка вяжется на энтарсий так энтарсия дал как бы п петчворка получается грубо говоря общий образ да как бы из разных квадратов квадраты разные пряжа разная в основном это полу шерсти и мне нравилось первое изделие когда сделала это именно лана голд 800 делать потому что из нее можно было как бы разные микса составлять а а сейчас я понимаю ну и натуральные всякие такие виды шерсти у меня ее к сожалению ну вот осталось только на эту куртку надо будет где-то еще что-то искать но сейчас я нашла такую прекрасную пряжу как рассказовская пряжа она мне тоже замечательно сюда подходит к этой куртке может быть я еще какие-то подберу варианты то есть ну вот здесь конечно видео не передает вот то есть здесь и восемьсотка да есть и натуральная шерсть прямо такая причем есть и собачья тут из кролика но это вот прямо такой маленький кусочек был который вообще не знала куда его забубенить вот вот таким образом пока еще ничего естественно я не убирала пока но сознание внутри у меня будет вшит флисовый подклад хотя у меня есть еще одна идея но на данный момент пока флисовый подклад здесь будет такая еще отделочка в общем пока мы вот так ну смысле мы я и куртка сейчас я вижу получается полочки вывязаны я вижу получается спинку она и чтобы придавать придавать фактурность здесь я не стала на этом квадрате ничего добавлять это просто пух отсюда налетел потому что здесь будет высокий такой еще карман ну как почти кенгуру полу кенгуру здесь вот вшиваться широкий замок и навязана надвязываться еще широкая планка поэтому здесь ну такой получается разбег куртка большого размера но с этой стороны вот такие квадраты цвет цвет немножко все-таки искажается но тем не менее ну и вот так чтобы разбавить где-то однотонную пряжу ну и как бы добавить некую все-таки изюминку я иногда ну тут где-то ввязываю вот допустим белую начала но мне чисто белая она получается просто как бельмо такое поэтому в нее так вот просто ввязывала разными пряжами еще почти все у этой куртки вот замок шнурки капюшон то стенут как то так вот такая куртка будет надеюсь скоро так ну и после куртки вот этого размера беру пиджак более скромного размера кстати сейчас на него на него и так все липнет а сейчас еще после куртки так вообще налипает все сразу полное ощущение хотя вы знаете эту в реальности смотришь вот так она не видна не смотрится вот в общем смотрится словно это детский размер но нет это нормальное в плечевое изделие то есть понятно что его когда постираю все будет хорошо но и даже маленько эту тюжу от парень то есть это нормально это стопроцентный мире нос пиджак то есть связано больше половины получается надо с пара пара с разрезными карманами он двубортный так что как то так здесь пока себе поставила меточки хотя конечно и без них вроде как видно но решила что с меточками она мне все-таки виднее и поэтому лучше я буду как бы это еще и на них ориентироваться здесь очень интересная такая рекламная линия идет таким вот образом вывязывается после куртки очень кошмар как налипает ну и ладно уберем все это это все уберу это все ерунда на самом деле это темно темно-синий цвет но единственно цветной это вот здесь по краю рукава и внутри еще будет вот такая вот такого цвета немножко отделки вот мигуся не жнюсь обожаю обожаю я конечно несколько мериносов пробовала надо кстати какой-то еще почему-то я на эту арнелу мерину подсела вот так что вот такой еще пинджа чок с карманами так ну и были у меня готовые изделия там уже женские и красивый ажурный кардиган и юбка то есть кому если вдруг интересно что я вижу какие изделия у меня заказывают мои любимые заказчики заходите на мой канал смотрите так ну и всем девчоночкам желаю чтобы было время на любимое то ли хобби у кого там работу чтобы быстренько все вязалось все это все вязать пряжи которые сейчас использую хотела поплакаться в общем вот этот квадрат я не хотела чтобы он был такой же приготовила для него другую пряжу единственное что у меня здесь по это продублировался но решила что то это и так и ладно ну как бы его просто в достойно в достатке намотала думать еще так вот разбавлю ну и что вы думаете приготовила себе другую моток пряжи ну и сижу вяжу и уже вот до сюда дошла до горловина то думаю что цвет думаю ну вот недавно я им вязала и такая смотрю вот так связала как бы шахматкой но с одной стороны может оно и неплохо вот когда запланировала другой цвет не немножко расстроилась но я не стала ничего перевязывать в принципе это нормально так что так что надеюсь что скоро 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 все это дело я довяжу и покажу все таки свои готовые работы и